Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Степенсонт, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем. Человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail SkyWay потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать средства, с измеримой, с уже вложенной. После этого мы обгоним всех и навсегда мировой транспортной ниши, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории. На первой войне империи рушится. Распался Советский Союз. Но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает в Транссибирском магистрале, построенный век назад, пройдя через революцию гражданскую и мировые войны. Построенные построенным технологиями небесной дороги SkyWay также будут работать на благо людям столетия, нося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. По сертификации проект придет из разряда инновации в разряд инвестиционных проектов. Далее технология придет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству потомков. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям, тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. И. Как слышно? У. Эд, привет. И. 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 Отакова. Ну что, друзья, 18 апреля, среда 13 на 0 Москвы, значит, соответственно, технико-экономический вебинар по проекту SkyWay. Поэтому, Андрей, смотри, там сейчас тролли будут активизироваться, поэтому у нас хулиганов сразу анти-тролльную команду запускаем, так что хулиганов выкидываем. Ага. Вот. Значит, друзья, первое, сегодня 18 апреля, значит, естественно, что начнем с того, что еще раз, я думаю, что от вашего имени и от себя лично и от всей команды SkyWay поздравим Антон Дарши Юницкого с днем рождения. Ну, вчера, 16 апреля, был день рождения. Он его праздновал там по просьбе наших очень друзей, партнеров и очень серьезных людей Ближнего Востока в Дубае. Вот. Вчера он прилетел уже в Минск, сегодня на рабочем месте, потом посвящен. Я буквально перед самым началом вебинара с ним согласовывал еще определенные вопросы, в том числе и по информации, что доводим, что не доводим до информации наших партнеров. Вот. Поэтому, друзья, пожелаем, естественно, все вместе ему здоровья. Вы все видели во всех чатах, во всех наших информационных ресурсах искреннее поздравление. Ну, я тоже, когда ему звонил, я говорил, что Антон Даршич, наверное, такого количества поздравлений, ресурсов, искреннее у него поздравления не было еще, я тоже, когда ему никогда в жизни. Да, конечно, это очень важный момент. Это отчасти, друзья, уже и признание того, что он создал как создатель инженерной школы, как того проекта, который начинает развиваться в Skyway и того самообщества, которое сегодня начинает реализовывать ту программу, которую он выношил не один десяток лет. Поэтому, друзья, ему 69 лет, это, на мой взгляд, самый активный возраст. У него в семье все доможители, у него отец прожил почти 90 лет, мама еще до сих пор, так сказать, в здравии. Поэтому здесь я могу сказать, что, друзья, конечно, всем нам большой удачи и в этом плане мы должны все желать именно инженеру Юницкому действительно и здоровья и успеха в работе, потому что на это завязана сегодня вся работа, которую мы сегодня строим и весь проект Skyway. Мы с вами уже и говорили, и дальше будем обсуждать, что у нас следующие уже горизонты открываются вплотную, сейчас обсуждается и делается это уже Spaceway. Мы с вами уже создаем и реализуем сеть адресных проектов, то, что сегодня воплощается в Transnet, то есть это сеть следующего поколения, которая идет за Интернетом, то есть это уже физическое воплощение и транспортных коммуникаций, и энергетических, и информационных. То есть это новое поколение сетей именно Transnet, это то, что идет в мобильность уже 4.0, 5.0, а дальше уже сегодня инженерно прописываются и обосновываются уже концепции мобильности 6.0, 7.0, это то, что идет в чистом технологическом укладе. Это то, что, друзья, мы с вами создаем. А сейчас уже реально открываются горизонты, что мы начинаем создавать уже сеть следующего поколения, во всяком случае очерчивать ее контуры и, соответственно, возможности, перспективы. Это сеть уже третьего поколения, если идти, интернет это сеть первого поколения, Transnet это сеть второго поколения, то следующее это будет U-Net, следующая сеть поколения, которая объединит все возможности, которые сегодня дает цивилизация. Но об этом, друзья, мы с вами будем еще говорить, у нас много на это будет как раз и вебинаров, и конференций, и встреч, поэтому, друзья, работа стоит просто колоссальная. И сегодня уже по результатам поездки в Эмираты, я думаю, что в ближайшее время, когда Юницкий посчитает нужным, довести информацию, и когда можно будет ее уже широкому кругу лиц доводить, мы с вами узнаем о тех результатах именно уже бизнес-процессов, которые идут в Арабских Эмиратах. Но, друзья, косвенно мы с вами все на себе ощутили и все увидели, что компания очень быстро объявила о завершении 11 этапа, и сейчас с 25 апреля, с 23.59, то есть, друзья, естественно, что мы на прошлом вебинаре эту информацию вам говорили, что ждите 8 часов новостей, именно новость о том, что 11 этап уже закрыт. И, соответственно, друзья, с 23.59 по московскому времени 25 апреля начнется уже 12-й следующий этап, это значит, что все задачи и цели, которые ставились на этот этап развития, он будет завершен. Сразу меня закидали, друзья, вопросами, а когда может ли следующий этап произойти так же быстро, и когда теперь произойдет смена очередных этапов. Друзья, как вы видите, все течет очень быстро, очень динамично. Событий происходит огромнейшее количество, о чем-то вы знаете, о чем-то мы вам намекаем, а о чем-то вы даже не догадываетесь. Это, друзья, уже идут веки и этапы развития проекта. Но, друзья, в наше время уже не надо не удивляться ничему, и не исключен тот вариант, и, друзья, я не, как вы понимаете, и особенно Вячеслав, который любит ссылаться на мои вещи, которые я говорю, как неофициальную информацию. Это, друзья, не исключено, и я вполне допускаю такой момент, что либо перед Экофестом, либо во время Экофеста, либо сразу после него может произойти закрытие в корневую технологию. Это будет, друзья, абсолютно, на мой взгляд, логично, потому что те события, которые сейчас идут, они могут вполне к этому привести. Но, справедливости ради, можно сказать, что мы отчасти были в таких же условиях и в 2015 году, когда появлялись крупные инвесторы и предлагали на определенных условиях закрыть полностью финансирование, но, соответственно, поставить под контроль весь проект. Юницкий на это не согласился, поэтому краудинвестинг продлился на 2016 год, на 2017 год, то, что мы с вами делаем. Сегодня, исходя из того, что подготовлена логика работы в адресных проектах, и мы с вами, как инвесторы, уже можем выбирать для себя любой из десятков, сотен и тысяч проектов, которые будут запускаться, соответственно, для себя наиболее интересный и наиболее оптимальный. Вот, поэтому именно с головной компанией, то есть тот, как инвестор, как строится инвестпроводящая система, сразу после Экофеста, скорее всего, произойдут кардинальные изменения. Так что, Вячеслав, могу эти слова повторить и за каждое слово ответить, так что на это можно ссылаться и прям четко к меня цитировать дословно, что я сказал. Поэтому, друзья, периодически, так сказать, будут вот этих вот хулиганов и отморозков из перископа выстроить, потому что тоже долго видели или отключать чат, вот после есть, но все-таки там в основном это. Но если дебилы туда пишут и пишут матами и пишут ругательствами, ну что мы сказать? Дебилов будем, дебилов будем, это самое, выгонять. Дебилам не место в нашем сообществе. У нас все-таки сообщество высокоинтеллектуальных и людей, которые обладают определенной интуицией, определяют, обладают очень мощными аналитическими способностями, которые, получая информацию, могут для себя принимать решения, участвовать в довольно-таки сложном, высокорисковом, инновационном вечерном проекте, которым является Skyway. Сейчас мы готовим и как раз уже, Алексей на этом более подробно скажет, идет во всю тестирование уже нашей блокчейн-платформы, платформы Transnet, именно которая является, скажем так, алгоритмом и программой, которая запускает строительство реального Transnet, то есть сети адресных проектов. Эта работа не останавливается ни на секунду, ни на час. Вот, соответственно, мы вот на этой неделе с Алексеем летим в Минск уже как раз, чтобы согласовывать и с конструкторским бюро уже подготовку модуляторов для работы в реальном полигоне блокчейна и реального подвижного состава. И то, что мы будем потом показывать на Экофесте, взаимодействие уже реальной транспортной системы и экономика Кокина. И, соответственно, уже определенные планы на будущее. И я думаю, что сразу после возвращения на следующем вебинаре или на сети, скажем там, на том обучении, которое мы готовим уже в Youth School. То есть это то, что будет уже обучение с применением и с самой схемой технологии блокчейн и обучать блокчейну. Мы с вами об этом будем очень и очень подробно, соответственно, говорить. Поэтому, если введя итог этой недели и, скажем, введя уже от таких радужных и очень приятных поздравлений, связанных с юбилеем, и с юбилеем, пока с днем рождения, следующий год, Антон Гвардович, очень такой, так сказать, значимый, но я считаю, очень такая еще детская дата. Для меня, я тоже не раз уже говорил, 16 апреля этого года, тоже такая знаменательная дата, потому что в этот день я первый раз услышал о SkyWay, услышал о струнных технологий и познакомился с инженером Юницким. Это было в моем рабочем кабинете, когда он первый раз сделал презентацию, и то оказалось, что это был его день рождения. Это было ровно 18 лет назад. Соответственно, мы потом еще, так сказать, по этому поводу очень здорово провели такое неформальное совещание. Поэтому, друзья, я рад, что 18 лет назад, именно 16 апреля, я включился в проект струнных технологий, познакомился с инженером Юницким, и вот я могу сказать, что все 18 лет это такая основополагающая линия, которая всегда была для меня очень важной. Ну а уже, наверное, в 10 последних лет это реальная работа, которой я занимаюсь профессионально и получаю от этого очень серьезное и моральное удовлетворение, потому что всегда очень интересно заниматься тем, что нравится. А сегодня, когда идет уже и реализация проектов, когда я своими глазами вижу уже появление всевозможных вариантов подвижного состава, трасс, и уже вовсю идет формирование сети Transnet, это, конечно, друзья, уже и следующего уровня, скажем, такая эмоция, когда ты видишь результаты работы, на которую потрачено очень много и много и сил, и энергии. Особенно те, кто не верил 10 лет назад, 5 лет назад, я уж не говорю, 3 года назад, когда началось строительство, сейчас уже с этими людьми общаться несколько забавно, потому что люди, которые говорят, я все равно вам не верю, я все равно не верю в Skyway, друзья, что я могу сказать, это дело каждого. А те вещи, которые мы будем продвигать и объяснять дальше, то есть все, что связано уже с космической программой, все, что связано с высокоскоростным, то есть сейчас, в этом году начнется уже реализация скоростного Skyway, то есть скоростями уже от 500 до 600 км в час. Следующее у нас по плану, друзья, и это особенно, акцентирую, Вячеслав, это тоже надо всегда понимать, что вот про меморандум, который делается, то есть там не было ни легких страсть, ни юнибайка, ни юнитрака, которые сегодня уже видели тоже ролики, и когда боевой лист будет выходить, Леонид обязательно будет вставлять ссылки на все эти ролики, то есть на этой неделе Михаил Кириченко дал очередной репортаж с испытанием подготовки к сертификации уже юнитрака, это грузовой легкой транспортной системе, но минуточку с грузоперевозками до 20 миллионов тонн, то есть одна эта легкая трасса может возить пятую часть всего Транссиба, друзья, всего Транссиба. Представьте, что такое Транссиб, что такое, во всяком случае, 20 миллионов тонн, это больше, чем добывается в Красноярске, в Каннско-Ачинском угольном бассейне, в крупнейшем угольном месторождении в мире. Соответственно, эта легкая система может обеспечить полностью вывоз продукции. Так вот, это не было в меморандуме, сегодня это реализуется, а сейчас уже идет проектирование и строительство, и мы с вами увидим уже сверхлегкую систему, то есть там, где путевая структура, я ее еще сам не видел, Юницкий просто обозначил, что вся путевая структура с теми характеристиками, которые заложены под юнибайк и юнитрак, она будет величиной с мобильной телефона. Говорит, как вы видите на Экофесте? Поэтому, друзья, я сам с нетерпением это хочу увидеть. Я сам с нетерпением хочу увидеть уже нашего дрона, который будет первым в мире роботом, который будет осуществлять реальную путевую структуру SkyWay. Поэтому это тоже работа активнейшим образом ведется. Поэтому это все, друзья, в меморандуме, Вячеслав, я тоже прошу акцентировать на это внимание, когда будешь рассказывать, этого не было в меморандуме, это идет. И следующее, что прозвучало буквально где-то с полгода назад, вот это я так прошло фоном и тоже на это не обратили внимания, просто как сравнение с Hyperloop, что сегодня уже идет проработка и идет моделирование и уже предпроектной работы по гиперскоростной системе, то есть скорости 1250 км в час. И таким образом сегодня уже проектируется и в разной стадии готовности и сверхлегкая система одноместной или двухместной юнибайки, то есть это и спортивная, и туристическая, и индивидуальная транспортная система. И юнибусы, то есть уже 14, потом юникар вы видели, 18 местный, а в следующем шаге он будет уже 48 местный, то есть 8 секций по 6 человек, соответственно. Идет уже сегодня ходовые испытания подвижного модуля, и я тоже думаю там ближе к экофесту увидим, это уже юнибус 48 местный, бирельсовый, тоже проходили репортажи, на которых мы видели подготовку уже именно под мобильных блоков. Идет сегодня изготовление и предварительное испытание сверхпроизводительной грузовой трассы, где будет 2 транссида, 200 миллионов тонн. Модуль, сам скоростной модуль, то есть как мы его пока в рабочем названии называем, юнилёд, то есть то, что движется очень-очень быстро, то есть сначала обозначалась скорость 500 км в час, потом от венитка получалось, что скорость может быть и выше, 550, а может быть даже 600. То есть это показывает расчёты и продувка в аэродинамической трубе, но естественно, что только покажет практика, и мы все ждём с нетерпением и на транс, то есть сентябрь 2018 года, когда он живьём будет продемонстрирован мировому технологическому сообществу, и будет впервые заявлено о том, что наземная скорость с энергетическими затратами в десятки раз меньше, чем у самолёта и скоростного поезда может строиться и эксплуатироваться в условиях поверхности Земли без дополнительных устройств, то есть без создания фор-вакуума и без дополнительной тяги в виде реактивных двигателей. Соответственно, друзья, это будет абсолютно новое, и здесь мы уже имеем право говорить, что мы показываем модуль, а дальше он встаёт на испытания, потому что точно по такому же принципу прошёл и на транс 16-го года, когда показали Unibyte, Unibus, и было задекларировано о том, что в течение двух месяцев он встанет на ходовые испытания, а в течение года он будет засортифицирован. И здесь, друзья, за все эти слова можно сказать, что они не то что сбылись, а за каждое слово стоит уже проведённое изготовление, испытание и сертификация. И когда сегодня команда, команда по главе с Unibyte говорит о том, что мы покажем скоростной модуль и в течение года проведём испытания и приступим к сертификации уже реального изделия, то это, друзья, за собой имеет как минимум уже пройденную практику. И тот, кто будет в этом сомневаться, он прежде должен сомневаться или обосновать, что этого не сделано до сих пор, то есть Unibyte и Unibus не сертифицирован, и сегодня уже не ведутся разработки конкретных адресных проектов. Поэтому, друзья, это абсолютно уже обоснованное утверждение, и это уверенность в тех силах, которые сегодня заложены и в инженерной школе, и в конструкторском коллективе, и в производственных мощностях, которые сегодня есть в Skyway, и в том сообществе, друзья, к которому мы с вами приближим, о том, что мы делаем и развиваем Skyway. И сегодня, опять же, возвращаясь к этому вопросу, что очень многих бизнес-процессов, которые сегодня идут, мы, к сожалению, не можем рассказать. Как мы вам говорим, что формула о том, что можете поверить мне на слово, но с учётом того, что происходит, очень скоро, друзья, вы увидите реальность и просто те события, которые сегодня находятся несколько, как айсберг по поверхности. Воды, они будут на поверхности, мы с вами уже... Но это, друзья, несколько забегая вперёд, и здесь, как именно, как футуровок, или как тот, кто несколько освещает события, которые идут на шаг впереди, я могу это говорить, и у меня всегда есть аргумент, друзья, что официальную информацию, которую можно обсуждать, провергать, с которой можно спорить, это то, что вы услышали о Римского. А про меня вы можете сказать, что Сибиряков в очередной раз на вебинаре что-то говорил, что идёт проектировка дронов или сверхлёгких систем, или там сверхскоростей. Придёт время, друзья, наверное, мы об этом вспомним и поговорим. Поэтому здесь, друзья, что имеем, то имеем. Поэтому давайте сейчас мы больше и больше места будем уделять времени именно уже запуску платформы Transnet, именно нашей блокчейн-платформе, которая сегодня видоизменяет работу с адресными проектами. То есть мы вовсю сейчас готовим курсы обучения, где мы будем обучать и самой логике работы с блокчейном, с топином, и, что самое главное, мы запускаем инструменты автоматизированной работы с адресными проектами. Как эти адресные проекты будут выбираться, как они будут визуализироваться, как будет считаться под них бизнес-план, то есть затраты, расчёты, окупаемость, как будет готовиться полностью система выпуска и увязки в единую систему токенизации, привлечения инвесторов, запуск производственного цикла, а потом строительство и эксплуатация. Это, друзья, всё готовится, и это и есть как раз та платформа Транснет, которую мы сегодня и запускаем, и создаём. И сразу могу анонсировать, и некоторые говорят, что открывая следующие горизонты, что у этой платформы задача уже стоит не только запуск SkyWay, и не только строительство Транснета, а это запуск уже следующих направлений, это уже более широкие горизонты, это уже подготовка, испытания, или базы уже для космической программы, и сейчас, друзья, уже приходит время, когда можно это обозначать, и Транснет – это то, что уже сегодня будет готовить платформу для того, чтобы идти дальше. И строительство Транснета, то есть сети адресных проектов, это десятки и десятков миллионов километров дорог по всей планете, это, друзья, не предел, и сегодня уже Юницкий закладывает следующие горизонты, и, друзья, на мой взгляд, это абсолютно правильно, потому что в свое время, если бы Циолковский не закладывал теорию воздухоплавания, именно космического воздухоплавания, многоступенчатых ракет, орбитальных комплексов, то, наверное, не скоро бы подошли к этому пониманию, но когда это показано, теоретически рассчитано, а потом еще и начинается практическая реализация, значит, это все приближается. И в ближайшее время, друзья, вы увидите и будете участниками, и, как всегда, друзья, у вас всегда будет право участвовать в этом процессе или не участвовать в этом процессе, это каждого выбор свой. И исходя из ваших возможностей, исходя из ваших представлений, исходя из вашей интуиции, вы будете иметь возможность после закрытия финансирования корневой технологии, соответственно, либо инвестировать в адресные проекты, которые будут идти во всех уголках земли, которые идут по различным направлениям, это сегодня как минимум 10 направлений, которые сегодня уже оформили, а их все будет больше и больше, будут возникать такие направления, как сибирский холод, то есть транспортировка пищевого льда, сегодня по всему миру будут возникать проекты с добычей труднодоступных, сегодня полезных ископаемых, которые сегодня с расселением, строительством новых линейных городов, это, друзья, то, что сейчас уже в работе, а сейчас возникает новый горизонт, и это строительство уже и обрисовка контуров Spaceway, Юнета, то есть следующие сети, и как раз единым механизмом, который все это будет запускать и делать, это будет та блокчейн-платформа, именно которую мы сегодня уже тестим, как мы сегодня, скажем так, в самом-самом разгаре. Так, значит, еще по выставкам, которые сейчас, которые прошли, то есть вы все, наверное, видели репортажи, которые идут, потом прошли с дубайской выставки, именно как построение логики новых городов, и здесь можно четко сказать, что Skyway сегодня и инженерная школа Юницкого то новое направление, которое станет однозначно лидером в выборе приоритетов развития и городов, и территорий, и целых государств. Сначала, помните, когда два года назад это стали обозначать, мы говорили это очень аккуратно, год назад об этом стало уже более четко, можно говорить потом, мы с вами о космической программе, тоже говорили очень аккуратно, пока она не стала уже, ну, скажем так, всеобще обсуждаемой. Маск начал давать свои концепты решения и колонизации Марса, и построения многоразовых ракет, и когда уже глава базиса начал говорить о том, что сегодня космическая индустрия это не какая-то далекая перспектива, а сегодня реальность. Поэтому пришло время, друзья, увязать и показать, что все это единый комплекс, что это единая работа, и все это идет на единых, инженерных разработок, которыми ЮНИТСКИ работает уже десятки, десятки лет, то есть как минимум уже 40 лет, там, 45 лет из своих активных 69. Поэтому сейчас мы подошли и мы реализуем с вами идеальную транспортную систему в земном условии, то есть это Skyway, вот, и я не раз повторял это слово, что это идеальная система, то есть более совершенной системы, более эффективной, более энергосберегающей, более экологичной, создать чем Skyway будет невозможно. И у нее следующие потом задачи, это подготовка уже технологий, которые будут использоваться уже на орбитальных процессах, то есть космос, и следующее тоже построение. Это тоже с вами то, что мы будем рассматривать, и в чем у нас с вами будет непосредственно возможность участвовать. И чтобы мы понимали, что это не значит, что те экономические дивиденды, те технологические законодательные результаты, дивиденды, которые идут, сопровождают развитие экономического проекта, это, друзья, ни в коем мере не отменяется, это все будет только идти в общую копилку. И в этом году еще мы очень планируем и надеемся, и все силы прилагаем на то, чтобы начать свободный оборот обязательств, все, что связано со SkyWay еще в этом году, в 2018, чтобы началась уже реально рыночная капитализация, когда можно свободно продать и купить обязательства SkyWay, и, соответственно, закладка уже инвестирования в следующие проекты. Это будет сделано и с помощью новых инструментов, которые мы создаем, то есть это блокчейн-платформа, и также идет подготовка традиционных. Никто, друзья, не отменял и ни в коем случае никто не отрицает, что мы таким же образом будем готовиться и к традиционным размещениям на биржах и на рынках, и в свое время будет проводиться IPO, но, друзья, когда и в каком сейчас ключе это будет делаться, сейчас сказать невозможно. Просто мне очень много пишут и пытаются противопоставить развитие соответственно блокчейн-платформы традиционным финансовым инструментом. Нет, друзья, это проект очень масштабный, он абсолютно многогранен, поэтому будут использоваться все возможные инструменты, которые сегодня существуют. Какие-то будут из них более приоритетны, какие-то будут более успешны, но то, что будут использоваться все инструменты, друзья, это однозначно. и, конечно, был я на встрече буквально вчера с очень большой группой инвесторов, которые реально работают проекты. Традиционный вопрос, что реально ли рассматривать дивиденды в этом году, то есть на что можно сказать, конечно, друзья, дивиденды, это слово очень занятое, очень информационно подозначительное, но доход на инвестиции, то есть прибыль на инвестиции, в 2018 году вполне может быть. То есть все сейчас складывается и идет таким образом, что это вполне реально. Насколько это будет реально в такого рода инновационном венчурном проекте, друзья, я думаю, не может сказать никто, но видя и наблюдая за теми темпами развития, за тем, что сегодня идет за реальным построением бизнеса, я могу сказать, друзья, у меня нет никакого сомнения о том, что именно капитализация инвестиций, которая сегодня идет, SkyWay она начнется в 2018 году, а в 2019 году она просто будет очень и очень быстро прогрессировать, быстро расти. Вопрос, по какой стоимости. Друзья, как вы понимаете, вы называете вопрос, стоимость определяет только спрос предложения, определяет только рынок, поэтому по какой цене можно будет продать, по такой цене и можно будет получить прибыль. Наша задача сейчас, друзья, это запустить этот механизм и чтобы те, кто на сегодня хочет избавиться от обязательств SkyWay, чтобы у него были такие возможности, он мог это продать с прибылью для себя, опять же, скажете, по номиналу, друзья, какая будет прибыль, вы сами будете определять для себя сами, по какой цене вы хотите продать, потому что я всегда привожу пример, что 10 лет назад мне предложили купить на 10 тысяч долларов биткоинов по цене и 10 центов за штуку. Я отказался это делать, потому что я не буду создать альтернативную систему, которая будет конкурировать с ТРСом Соединенных Штатов. И когда один биткоин стоил 20 тысяч долларов, я перемножил то, что я бы мог реально на этом заработать и понял, что, наверное, я все-таки был неправ. Наверное, я мог бы или там поступить по-другому. Но самое глупое это говорить в таком иносказательном самом, что было бы, если бы я поступил. Это глупо, друзья, говорить. Я могу сказать, что зато у меня есть очень существенный пакет обязательств Skyway. Я сегодня активно инвестирую уже в токены именно Skyway. То, что сегодня идет, все, что связано с ютами. То есть это направление их сегодня уже порядка приближается к 10. поэтому сегодня я ошибку, которую я совершил 10 лет назад, недооценив перспективу биткоина, находясь уже в Skyway, я уже, конечно, таких ошибок не совершаю. Но, друзья, это риск каждого и это ответственность каждого. Мы вам можем только доносить информацию, мы вам можем просто давать рекомендации, принимать эти рекомендации, прислушиваться или делать что-то, это дело из вас каждого. Мы со своей стороны, и здесь как раз у нас идет приближающий на следующий или через неделю, друзья, будет объявлена дата уже экофеста, то есть в каких числах августа он будет проводиться. Экофест это такое многоплановое мероприятие, где прежде всего это будет сбор и слет, я бы сказал, единомышленников, тех, кто является приверженцами инженерной школы Юницкого и тех направлений, которые она развивает, это будет своеобразный технологический отчет конструкторского бюро о проделанной работе, это будет творческий отчет именно Юницкого как инженера, как человека, который создает будущее с теми перспективами, которые нас ожидают, ну и соответственно, друзья, мы еще и в этот раз активно все это будем совмещать с демонстрацией показов, уже токенизацией, то есть совмещение реального бизнеса, реального производства, реальной инженерной инновационной технологии, все, что сегодня связано уже с цифровой экономикой, все, что связано уже с построением новых моделей и управления, и расчетов, и учетов, и соответственно, планирования и инвестирования. Ну вот, друзья, давайте сейчас, Андрей, можешь включить побольше вопросов, пускай народ, который хочет даже злые вопросы, пишите, вот, я сейчас передаю слово Алексею, он, как всегда, как сегодня, я бы так сказал, основной движитель создания платформы Transnet, вот, потому что на него замкнуто сегодня и оперативное управление, и работа со всеми группами разработчиков, вот, и работа, сейчас еще одно направление, это уже непосредственно с вендером, то есть работа с уже инженерными подразделениями, когда идет увязка уже именно токенизации и реальный бизнес, реального производства, вот, и в конце я, друзья, планирую на несколько минут, не подведу итоги, что нас ждет в ближайшее время, и планы на ближайшее будущее. Алексей, Благодарю, Сергей Анатольевич, здравствуйте, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно, так, наверное, комментарии еще не включили, я надеюсь, что все хорошо, пробежимся по традиции, что у нас произошло, то есть выставки уже закончились, и после них Анатолий Эдуардович был далее на переговорах, только вот недавно, можно сказать, вернулся в КБ, и опять же, вы узнаете об этом пасфактум, потому что если знает об этом кто-то из наших вебинаров, то, соответственно, может знать кто-то из наших недоброжелателей, те, кто желает как-то навредить проекту Skyway, а таких людей, поверьте мне, достаточно немало. Ну, вот, на самом деле, атмосферу выставки, я вот специально здесь вырезку сделал, то есть, наверное, эта фотография и предыдущая отражает, то есть, действительно, с каким упоением, я больше чем уверен, слушали арабы и на высшем уровне, причем арабские представители, арабские представители, чиновники Анатолия Эдуардовича, что все, естественно, селфи или с юнибайком, и юнибайк это, наверное, самое меньшее, что сейчас можно показать, друзья, но это, действительно, такая вот мобильная система для перемещения и на выставке. И я с нетерпением жду, на самом деле, когда наступит дата инотранс, на инотранс мы с Сергеем Анатоличем по сравнению не присутствовали на выставке в Арабских Эмиратах, в Индонезии, ну, просто элементарно некогда уже одновременно находиться в разных местах и решать одновременно задачи, поэтому на инотрансе обещаем, что будем, потому что это действительно такое великое событие будет для Skyway, мировая презентация высокоскоростного транспорта Skyway, то есть как он будет выглядеть, что будет внутри, какие будут инновации действительно раскрыты, не раскрыты, никто этого не знает и друзья, на самом деле наша с вами сейчас задача передавать эту информацию, чтобы все ожидали, что вот высокоскоростной транспорт действительно появится уже широкой публике в сентябре 2018 года. Казалось бы, прошло друзья два года и они действительно пронеслись с огромной скоростью, потому что вот если вы взглянете на подобную новость, где соответственно было рассказано об том, что было достигнуто на самом деле за предыдущие года, то просто диву даешься, насколько много мы уже с вами друзья прошли. То есть посмотрите на вот эти этапы развития, обязательно откройте ссылку на статью. и это действительно вехи становления мировой технологии, которая спасет десятки, может быть сотни, может быть миллиарды людей, но в чем неимоверно и без всяких сомнений нуждается весь мир. То есть вот январь, апрель 2014 года, друзья, я помню эту дату, потому что в декабре я не услышал о проекте от людей, которых мнение для меня было недостаточно авторитетным и я планировал уходить вообще из всего, что связано с партнерскими программами именно в свой традиционный бизнес. Сейчас он в таком полузамороженном состоянии, ну даже не полу, наверное, в замороженном состоянии. И в январе уже когда я услышал в первый раз вебинар Анатолия Дуардача в маленьком окошке с плохим звуком и я просто вслушивался в эту информацию и не мог себе вообще представить до каких результатов, до каких целей сейчас мы дойдем. Ну и потом собственно те, кто с 2014 года, с первой конференции, где мы все встретились, познакомились, гостиница университетская и это действительно такая вот для меня была роковая в хорошем смысле этого слова конференция, потому что на конференции я особо не любил ездить и себя, можно сказать, заставил поехать в Москву и насколько это поменяло жизнь, наверное, всех людей, которые были на этой конференции и сейчас активно развивает проект Skyway. Ну а потом, друзья, скорость действительно набиралась у проекта стремительными шагами, то есть вы помните, что было такое время, что и в небольшом здании, то есть в арендованном здании начинали все представители и инженеры КБ, вообще в самом первом начале Анатолий Эдуардович только был инженером и все постепенно, постепенно набирало обороты, помните, как мы радовались, когда были установлены первые промежуточные опоры, когда, соответственно, вторая анкерная опора начала строиться, параллельно легкий транспорт, то есть у нас есть даже на это сформированные слайды, и тогда это было мощным материалом, но, друзья, это все уже действительно прошлое, которое невозможно забыть, потому что это наша с вами история. И даже то время, когда множество уже КБ зао-струнные технологии располагались в бизнес-центре Титан, оно также ушло, потому что это было съемное, пускай и комфортабельное, в таком полуэлитном районе располагающееся здание, и кто-то поговаривал, что бизнес-центр Титан полностью будет куплен зао-струнные технологии. Друзья, тут чего не отнять, это оптимизация расходов и постоянная корректировка планов, потому что если вы будете сравнивать с бизнес-планом, вы бы не нашли таких подвижных составов, как Unibike, конкретного названия Unitrack, Unicom, вы тоже бы не нашли. Если говорить про грузовой дрон, что было также заложено на развитие, тоже не было этого в бизнес-плане, друзья. Ну и, соответственно, то, что возможно, потенциально будет действительно начать направление уже Spaceway, что будет формировать уже сеть не Transnet, как мы позиционируем Сергеем Анатольевичем, Unet, и пускай кто-то смеется и так далее, что с каким-то провайдером будет ассоциироваться, питерский, если не ошибаюсь, провайдер. Но, друзья, в музыке всего лишь 7 нот, а какие произведения искусства сочиняются. То есть, такое название, и Transnet тоже есть такая латиноамериканская компания, мы назвали, не постеснялись платформу и куча всего, что Transnet Group, и так далее, SWIG, все это достаточно сложнее продвигать, но мы не могли не назвать так платформу, потому что на самом деле это формирование сети адресных проектов. Какие-то проекты будут централизованные, какие-то проекты будут децентрализованные, но это формирование именно конвейера сети адресных проектов. И сейчас глядя на то, что уже прошло, я эту стратегию обкатал на более чем пяти конференциях, то, что сначала показываешь визуализацию, то, что прошло, и я просто не буду повторяться, вы сами посмотрите, что у нас было в 2015, что было в 2016, сейчас уже 2018 год, и я думаю, что все, кто активно развивает проект Skyway, могут даже вот так взглянуть назад и понять, что может быть у кого-то дети уже подросли, может быть у кого-то уже внуки подросли, но насколько действительно это нас всех цепляет и завораживает, потому что этого времени мы не заметили, то есть я иногда просматриваю, в папках находится, сколько командировок было совершено допустим в 2016, 2017 году, то есть в 2017 вообще в принципе 200 с лишним дней я был вне дома, и друзья, это стоит того на самом деле, потому что это действительно как бы дань уважения и дань самоотдачи проекту, который действительно перевернет жизнь многих людей на всей планете Земля, просто невозможно этим не заниматься и действительно чем-то жертвовать, друзья. И Анатолий Эдуардович также чем-то жертвует, потому что все началось, друзья, с программы общепланетного транспортного средства, то есть это программа Spaceway, которая сейчас получила название, это то, что сформирует уже за Transnet сетью, следующий за интернет United Network, то есть это объединенные сети, скорее всего даже интернет, который сформирует на околоземной орбите возможно Илон Маск, это также войдет в Юнет, там уже будет свой аналог мира интернет вещей, мы говорили про Transnet Space, друзья, вот это настоящая фурология, и я могу сказать, что у нас есть решение, собственно, те, кто следили за социальными сетями, моими, Сергей Анатольевич, в день космонавтики, что замечательно, родилось действительно уникальное, очень интересное решение, как без каких-либо не то, что даже угроз, а недопонимания со стороны недоброжелателей, потому что недоброжелатели даже абсолютно должны понимать, куда мы движемся, что говорить про тех, кто действительно поддерживает проект Skyway, как в виде инвестора, так и на высшем государственном уровне, например, Арабские Эмираты. есть беспроигрышная стратегия, так скажем, win-win, как говорится на английский манер, каким образом уже сейчас начать развивать вот это действительно направление UNED. И настанет время, друзья, вы узнаете об этом, вы не представляете, насколько это будет интересно и насколько это в тренде. когда-то вот такими действительно мазками и такими действительно вот может быть чуть-чуть предвосхищающими фразами мы говорили о запуске платы. Друзья, по сути, ничего особенного пока что не произошло и вот тоже в социальных сетях сейчас блоги не запускаем по определенной причине, потому что мы хотим уже показать продукт, ну, хотя бы атомарные транзакции решить и ребята наши уже приступили возможно будем первые в мире кто решит атомарные транзакции именно в оболочке графена то есть это не было решено между блокчейном и графен нет решения проведения атомарных транзакций это нам сугубо необходимо для того чтобы каждый адресный проект смог с друг другом общаться есть какой-то проект даже централизованный но он реализован на блокчейн соответственно у него будет централизация у него будет какое-то свое особое управление но друзья мы всегда говорили что Skyway сотрет грани сотрет границы именно что касается постов различных и так далее пограничных это можно решить с помощью блокчейн и экономики адресных проектов по сути будут общаться между собой формируя единую уже объединенную но децентрализованную одновременно неубиенную и абсолютно безопасную экономику именно глобального пространства Transnet сформированной платформой Transnet и соответственно на основе только единственной технологии без которой ничего не могло подобное появиться это технология Skyway которая не могла родиться без именно указаний как полководца и без гениальных идей Анатолия Эдуардовича Юницкого друзья потому что 69 лет 69 лет это может быть не круглая дата но я больше чем уверен что уже в 70 лет Анатолий Эдуардович будет праздновать не просто юбилей так скажем когда я звонил Анатолию Эдуардовичу в шутку сказал что Анатолий Эдуардович с кем вы будете на следующий уже день рождения справлять и вообще на каком высшем государственном уровне может быть вообще ООН и так далее ну насчет ООН сейчас фантазирую друзья никто не знает но однозначно я могу сказать что авторитет и рейтинг проекта Skyway среди мировой общественности набирает обороты без вливания маркетинга без каких-либо бешеных затрат на пиар на вирусную рекламу чего не сказать о гиперлупе и чего не сказать о том как они светятся то есть это действительно как бы путь который сейчас проходится и если 2018 году будет представлен высокоскоростной транспорт я не сомневаюсь что это будет освещено во всех мировых изданиях то 2019 год это уже действительно стремительное набирание оборотов эффективности конвейера сети адресных проектов как отдельно от блокчейн так и на базе блокчейн платформы Transnet и друзья это мы уже видим потому что на днях был запущен Testnet то есть три ноды уже не одна не две а три ноды ну чтобы так скажем четное количество больше одного и это было нам необходимо для того чтобы уже моделировать экономику для того чтобы децентрализованное приложение школа через которое мы будем с вами обучаться и сейчас у нас есть идея даже копирайтеров обучать потому что действительно продукт платформы он сложный когда вы прочитаете технико-экономическую я не люблю название белая бумага и так далее мы будем называть это технико-экономический документ просто бизнес-документ бизнес-маркетинговый документ то есть будет три рода документации это технико-экономическая документация это бизнес-маркетинговая документация и one-pager one-paper то есть это именно на небольшом развороте максимум два разворота уже вся выжимка дана для тех кто совсем ленится почитать и посмотреть и те кто говорили что вот там допустим какие-то притязания к сайту и так далее друзья мы его запустили с одной причиной даже не выхода в информационное поле и я все-таки считаю что те кто разбирается в программировании можете посмотреть код те кто разбирается немножко как бы в дизайне можете посмотреть на сайт apple что такое минимализм и так далее то есть этот сайт он не планировал он был сделан для того чтобы дать описательную часть нашего продукта который мы готовим и для того чтобы уже более так наглядно общаться с потенциальными уже работниками платформы естественно в первую очередь это разработчики но друзья я могу сказать что разработчиков мы не имеем права взять ну наверное в кб так же происходит пока не будет поставлена задача соответственно сейчас у нас ставится задача по атомарным транзакциям ну возможно эту задачу мы одного двух разработчиков еще возьмем сейчас у нас несколько разработчиков работают ну наверное как несколько десятков это действительно такие вот алмазы своего дела которые проходят огранку Skyway блокчейн и становятся уже станут не становятся а станут бриллиантами и друзья я могу сказать что действительно вот если кто-то не верит в технологию Skyway и не понимает что визуализации и так далее что показано это все абсолютная реальность то о платформе говорить нечего потому что это венчур в венчуре и если кто-то считает что все что было сделано в Skyway с 2014 по 2018 год это профанация какая-то нехорошими нехорошими словами можно говорить наших оппонентов скам разводка там пирамида и так далее просто можете сразу закрывать страничку и ждать вот ребята там взяли интервью скоро я думаю что оно выйдет и я там сказал что тот кто сомневается обязательно подождите до крайней недели на 15 этапе лучше за несколько дней может быть у вас родится желание все-таки проинвестировать потому что потом когда уже происходит на рынок акции там и так далее ну и соответственно рынок токенов уже такие веяния как памп ну и дамп тоже то есть памп это когда именно подталкивают движение вверх актив либо токен дамп это когда наоборот обваливают это все начнется не без этого друзья у нас нет цели каких-то биржевых игр там и так далее мы когда будем говорить о платформе вообще об инвестициях не будем говорить и цель действительно сделать разработку она сейчас идет слава богу направление юткид это то что касается симулятора как блокчейн симулятора так и физического симулятора что такое физический симулятор ну по сути это то что будет оцифровывать трассу скайвей и токенизировать все бизнес процессы не затрагивая движение и какие-то так скажем интимные места технологии скайвей которое должно контролироваться неким центральным аппаратным органом ну к примеру назовем его центр обеспечения данных то есть центральный орган данных цот и соответственно друзья вот мы сейчас движемся в тех сроках чтобы вот это вот оцифровывание первой части трассы действительно показать по тем срокам которые мы закладываем скоро сайт платформы я думаю что где-то через месяц запасом он несколько преобразится что будет как будет мы не будем говорить потому что в принципе сейчас никто не инвестировал ну помимо энтузиастов число входит я Сергей Анатольевич и наверное это правильное решение Сергея Анатольевича сейчас вот как бы инвестировать но никакого прямая никаких таких вот супер условий там и так далее потому что это все все может будет посмотреть и так далее у тех кто начинает финансирование на свои средства платформы нет то есть единственное как бы условия будут по окнам то есть когда будет размещение размещение будет происходить по окнам естественно в крайнее окно уже будет менее выгодный вход но это и логично и друзья я не могу к сожалению говорить каким образом мы действительно начнем развивать направление Spaceway формируя сеть UNET но друзья это примерно благодарим маска вот то есть у меня лично такая идея появилась когда-то мы говорили про стратегию Джобса про Unibike то что вот все началось именно с апгрейда каких-то минимальных вещей ну если говорить про компанию Apple сначала был это iPod потом соответственно iPad и так далее и родилась именно вот такая вот бизнес маркетинговая концепция которую технологически решил еще давно Анатолий Эдуардович по поводу Unibike и соответственно есть предположение стратегия маска пусть так называется но это просто его игра то что на самом деле запуская первые ступени различные которые приземляют ступени фалкона ракеты которая загрязняет окружающую среду и сокращает озоновый слой до того достаточно как бы зыбкий и хрупкий нашей любимой планеты Земля но совершая эти все вещи говоря о том что самая маркетинговая такая штука что полетит на Марс на самом деле есть желание просто охватить Землю интернетом то есть это хорошая бизнес позиция это нужно человечеству но каким образом это преподносится и доносится потому что если бы было сказано что я хочу охватить Землю интернетом и давайте все помогать не было бы это воспринято таким образом поэтому учимся так скажем у наших конкурентов а может быть и сотрудничать будем уже в космической программе ну я говорю конкурентов по фланге гиперлу потому что все таки Илон придумал это все но стратегии так скажем выводим на основе опыта уже свои и вы не представляете насколько это красивая стратегия ну и соответственно я могу сказать друзья что и в республике Беларусь Skyway начинает завоевывать такие вот позиции которые абсолютно абсолютно логичны абсолютно понятны уже когда испытывается на уровень шума Юнитрак и шум там с огромным запасом почитайте обязательно эту новость то есть это уже подготовка к сертификации Юнитрака я с нетерпением жду сертификации этого уникального действительно подвижного состава и уникальной системы потому что грузовое направление это конечно ну просто бомба в формировании нового мирового ВВП то есть это действительно то что ждет весь мир не меньше чем ждет гиперскоростей допустим перемещение 1250 км в час и поэтому друзья так как приходит признание приходит понимание и все таки есть наверное пророк в своем отечестве технология Skyway непосредственно ЗАО струнные технологии так как Анатолий Эдуардович Надежда Геннадьевна в тот момент находились в Арабских Эмиратах еще продолжались переговоры то представители так скажем приближенные в руководстве Анатолия Эдуардовича Юницкого получили уже заслуженную абсолютно премию как технология года то есть это произошло 12 апреля это лучшие достижения в строительной отрасли Республики Беларусь а компания которая соответственно отвечает за подрядные работа на технопарке и так далее то есть получила награду как объект года я бы назвал это наверное технология года в мире а не только Республики Беларусь и объект года в мире а не только Республики Беларусь но друзья пока разминаем так скажем наши мышцы чтобы совершить такой действительно марафоновский забег уже по строительству сети адресных проектов и многие спрашивают по адресным проектам начали они реализовываться или нет друзья конечно начали и в физическом воплощении как только можно будет что-то показывать территории там и так далее скорее всего это будет показывать уже средства массовой информации это все уже узнают ну и в завершении своего вещания я хочу уверить тех людей которые преклонного возраста либо тех которые не разбираются в сети именно вот в системе блокчейн даже люди преклонного возраста про 70-летних бабушек дедушек спрашивали и про студентов которые ну так скажем есть такие студенты которые в IT не разбираются все смогут разобраться в интерфейсах потому что платформа делается изначально для бизнеса не как наш прародитель BitShares которое все-таки как блокчейн решение было сделано Дэниел Ларимером который сейчас рождает EOS ну и EOS нам очень сильно пригодится почему об этом будем говорить в следующих наших вещаниях всего понемножку всего помаленьку потому что тема действительно достаточно сложная и мы будем вводить в курс дела постепенно ну и у нас нет цели на самом деле рассказывать на вебинарах про платформу потому что настанет время когда будет специализированное обучение и друзья вот там действительно уже будем обучаться конкретно и сугубо этому ну а в традиции я хочу завершить свой монолог фразой которая приобрела смысл с запуском платформы строй Skyway спасай планету и дай дорогу мир транснету то есть сети адресных проектов Сергей Анатольевич вам слово благодарю друзья я думаю что наши вебинары имеют определенную свою специфику то есть на как и что мы ориентируем то есть видите что мы акценты все всегда показываем именно развитие технологий именно новости инженерной школы и при этом мы много с вами обсуждали делали и были ожидания по поводу запуска платформы мы все-таки и спозиционировали и показывали друзья сейчас это все приобретает свои абсолютно такие четко выраженные очертания что мы создаем именно специализированный инструмент для запуска и работы с направлениями и с адресными проектами все что связано не только со Skyway а именно с инженерной школой Юницкого и наша задача это все отсыпровать привести единому стандарту и дальше будет создаваться несколько направлений это и трастовое управление и активами и средствами финансами и адресные проекты и непосредственно капитализация связанная с непосредственным строительством и эксплуатацией конкретных трасс поэтому твоего имени уже это самое пишут это самое про комментарии Андрей посмотри там на хулиганов ну видите друзья мы уже начинаем несколько не то что отвыкать а уже на троллей смотреть несколько по-другому понимаете потому что если вспомнить сейчас эпопею с этим ну я не знаю там убогим онлайнером который там пытался показать что фанерный подвижной состав что-то не зыбко что три года или пять лет там показывают одно и то же то понимаете сейчас когда все на это смотришь и приглашаем мы регулярно всех приглашаем этих деятелей и на такая фраза лично мне сказано что а где у вас подтверждение того что к соответственно выставке и к экспонату Skyway был такой большой интерес в Берлине как вы говорите но в этот раз придется наверное трансляцию прямую поставить ну может кого-то из инваймера лично пригласить для того чтобы так звук плохой так хотя я звук не трогал Андрей Вячеслав как как звук у вас чуть громче да все хорошо лучший звук Владимир приветствую Павлов Владимир хороший ну может быть да все хорошо так вот поэтому друзья троллям понимаете все сложнее и сложнее и вы же понимаете с каким юмором мы сейчас относимся что когда они увидят наши проекты программы действительно реальные уже с космоскин насколько это будет воспринято если с таким энтузиазмом они обсуждали вот эту тему что на джакузи в Париж на как они там юни джакузи или sky джакузи как они это называли а сегодня когда руководство кантона местечко Сан-Дердонина рассматривает многосекционные гостиничные номера где может быть в одной джакузи все это перемещаться то просто начинаешь смотреть что ребята вообще-то это уже реально у вас-то это все хихихихих хихихих хахах и фантастика а мы реально уже сейчас рассматриваем вопросы проектирования подвижных мобильных именно гостиниц для того чтобы увеличить количество приток именно в горные районы без строительства там капитальных зданий то есть это тоже друзья все и на сегодняшний момент когда реально обсуждается уже космическая программа я понимаю сколько они сейчас постараются вылить и грязь и сарказм на то что еще нет юни саун а мы уже делаем спейс сауны но что друзья всегда мысль должна идти несколько впереди мы это называем это горизонт и планирование потому что нельзя находясь в сегодняшней ситуации нельзя сегодняшним мышлением увидеть а тем более запрограммировать а тем более друзья создавать то что будет будет делаться завтра и как раз и корпорация skyway и вообще направление то что мы с вами занимаемся это друзья создание этого будущего и мы с вами обладая мощнейшей научной интеллектуальной подоплекой мы как раз можем сегодня четко утверждать и говорить в этом есть определенная и научная и инженерная и финансовая инвестиционная ответственность что мы создаем то что никогда никто не делал а сейчас мы уже можем говорить что мы создаем то что никогда никто даже не декларировал даже не пытался этого описать но это друзья тоже очень высокая ответственность и как вы понимаете что не сразу мы к этому подошли, не сразу мы могли таким образом выражать и четко цели поставить, потому что очень большое количество из нашего, друзья, сообщества Skyway, которые говорят, как вы можете говорить о космической проекте, когда мы еще тут не построили ни одного адресного проекта. Понимаете, друзья, это может говорить только с точки зрения обывательской, то есть кто говорит, что пока я не увижу движущегося юнибайка, я в это не поверю. С точки зрения профессионалов, транспортников, они говорят, пока я увижу испытательный полигон, я никогда это не вижу. А теперь, с точки зрения инженера Юницкого, который вынашивает эту идею 40 лет, сегодня она реализуется, и ему надо идти дальше, потому что сидеть и ждать, когда весь мир построится в сети Skyway, возникнет транснед, и только потом двигаться дальше, друзья, это беззамечная роскошь с точки зрения траты времени. Поэтому для Юницкого мы же постоянно сталкиваемся с тем, что он постоянно идет, начинается делать одно, уже начинается реализовываться, начинает оформляться, он уже идет к следующей идее, к следующей идее, потому что, друзья, самый важный и цельный ресурс – это время. Его мало у всех, и у нас, те, кто стоит за этим проектом, особенно. Поэтому из тех гранитозных задач, которые надо решить, конечно, у Юницкого время сжато до секунд, поэтому роскошь тратить времени сегодня нет. Поэтому очень многие вещи сегодня начинаются уже запускаться, не дожидаясь того, как будет это воспринято с точки зрения восприятия или не будет. Время пришло, потому что весь мир, особенно передовой научный бизнес, к этому готов. Вся экология, точка невозврата подходит к тому, что сегодня уже надо бить во все колокола и говорить, что мы должны техногенную экономику заменить на экогенную, должны прийти технологии, которые не калечат природу, а лечат природу. И то, что мы должны не разрушать окружающую среду вокруг нас, а создавать ее более комфортно. Для этого надо убрать сначала двигатели внутреннего сгорания из движения, которые мы сегодня используем, авиацию, как ракета, технику и двигатели внутреннего сгорания, убрать для скоростного перемещения, заменить это на современные возобновляемые экологические источники энергии. Это то, что решает. В домах мы не должны пользоваться теплом и электричеством, выработанными от невозобновляемых источников. Это все задачи в рамках SkyWay, в рамках шестого технологического уклада, они сегодня решаются. Следующая задача, которая стоит, чтобы сделать природу абсолютно чистой и планету комфортной для проживания, мы должны всю промышленность, всю индустрию вынести за пределы атмосферы. Для этого нужна новая транспортная коммуникационная система SpaceWay, новые технологии. И то, что мы говорили, SkyWay это сегодня отработка, это сегодня первые шаги для того, чтобы реализовать эти проекты. И сегодня уже по мере того, как SkyWay очевиден и идет востребованность этих технологий, можно это утверждать из того, что сегодня весь бизнес уже понимает, что новые цифровые системы, они просто заменяют сегодня сложившиеся десятилетиями или столетиями банковскую сферу и учетную сферу и расчетную сферу. И соответственно систему финансирования, инвестирования. То есть тот, кто не будет идти в ногу со временем, он просто выпадет за ее переговоры. И сегодня тот, кто не вошел и не начал работать с миром интернета, то есть кто сегодня не работает в системе 1С бухгалтерия, он просто выпил сегодня из бизнеса, из налогового процесса, то есть взаимодействия с государством, из заказов, которые сегодня идут, потому что невозможно это строить. Тот, кто сегодня не получает и не работает с информацией, которая идет в интернете, он просто отстает и находится уже, нет этого времени. Поэтому, друзья, это время, которое ускоряется, это то, что сегодня дает нам новую форму, новые возможности, потому что мы, это коллектив, сообщество людей, которое сформировалось вокруг инженерной, инновационной идеи, которую дал Юницкий, мы сегодня сформировали и являемся, скажем там, ядром системы, которая называется краудинвестинг, то есть инвестпроводящая система, это когда интересы десятка, сотен тысяч, а сегодня вплотную подошли, это уже перешагнули количество людей, находящихся в нашем информационном поле, за миллион человек, тех, кто зарегистрированы в наших ресурсах. Соответственно, это новое направление, когда мы показываем тренды, мы показываем востребованность и это становится именно тем, той точкой приложения инвестиций, той интересной, привлекательной точкой, которая будет давать рост и доход на уже прямые инвестиции. Эта система вся, друзья, сегодня зарабатывает, конечно, когда мне начинают задать вопрос, как вы относитесь к тому, что происходит в внешней политической системе, там много вопросов по Сирии задают, по Донбассу, еще, друзья, конечно, нам это сегодня радости не добавляет. К тому сложному процессу, который мы ведем, конечно, еще вот эти сложнейшие процессы, сложнейшие противоречия, которые идет сегодня в мире, она нам радости не приносит. Вместо того, чтобы заниматься созиданием, вместо того, чтобы осваивать новые территории, новые месторождения, строить новые трассы, создавать новую экономику, мы видим, как люди тратят огромное количество усилий, ресурсов, чего угодно, огромного количества времени для того, чтобы, наоборот, разрушать, а не созидать. Поэтому мы всегда себя позиционируем, друзья, мы вне политики того или иного государства, мы вне политики того или иного религиозного или национального управления. Мы, друзья, занимаемся тем, что мы строим SkyWay, спасаем планету, то есть в прямом смысле от экологической катастрофы, от гибли на дорогах, от того, чтобы использовать невозобновляемые источники энергии. Мы избавляем сегодня экономику от тех дефицитов, которые могут приводить сегодня к конфликтам. Дефицит воды, дефицит ресурсов тех или иных минеральных и неминеральных, дефицит территорий. И сегодня SkyWay решает все эти проблемы. Мы говорим, друзья, что давайте развивать SkyWay и мы уберем все причины, которые сегодня приводят к противоречиям, из-за которых сегодня пытаются кидать друг друга ракетами или там еще что-то происходить. Это, друзья, с нашей точки зрения большая глупость. И то, что мы сегодня говорим, наша единственная цель, строй SkyWay, спасай планету. И технологии ЮНАЛИС это то, что технологии объединяют. Здесь, друзья, мы говорим, что будет дальше. Здесь однозначно можно сказать, интернет убрал границы между информацией. У нас сегодня здесь на вебинаре люди с десятков стран, со всех континентов, говорящие на многих языках, но так как это переводит, значит мы доводим не только для русскоязычных людей, а вообще для людей, которые говорят на любых языках. Поэтому мы говорим, интернет убрал границу между информацией, транснет уберет границу между государствами. И хотят это сегодняшние чинуши или те, кто пытается разыграть сегодняшние, или это не хотят. Это будет так же неизбежно, как интернет покрыл всю землю. Сегодня каждый, кто находится в информационном поле земли, может пользоваться всеми информационными ресурсами. Друзья, потребность, и это неизбежность, которая была реализована за последние 30 лет. Транснет точно так же, друзья, уберет границы, раскроет страны и континенты и сделает мир абсолютно свободным по перемещению и свободным по развитию. Опять же, хочет кто-то это, друзья, или не хочет, это абсолютно вопрос. И третий момент, что при смене технологических укладов всегда происходят главные изменения в мире. То есть это исчезновение в начале 20 века четырех основных империй, которые существовали тысячу лет. С входом шестого технологического уклада, то есть эра интернета, распалась и Советская империя, и мир стал не двухполярным, а общим с точки зрения целей и задачи. И сегодня говорят, что сегодня произойдет глобальное изменение. Друзья, сегодня приходит конец и происходит трансформация самих транснациональных корпораций. Этих вот самых, скажем так, сложных воплощений, которые являются сегодня таким воплощением капитализации или власти денег, когда люди, добывая ресурсы в развивающихся странах, потребляют в другом месте, абсолютно не заинтересованы в том, как живут люди там, где это сырье добывается. И это транснациональные корпорации, которые сосредотачивают интересы только в своих собственных точках приложения. Сегодня мир меняется и уходит время транснациональных корпораций. Приходит абсолютно новое время. Это время децентрализованных систем, децентрализованных корпораций, децентрализованных объединений. И то, что сегодня дал первые наметки и показал Bitcoin в своей системе, потом то, что сегодня делается на полформе 26 графен, то есть это децентрализованная система учета и распределения. Это как раз, друзья, первые шаги, которые будут действительно делать мир новым. Но об этом, друзья, мы с вами еще поговорим в другое время, на специализированных курсах. Сегодня можно сказать одно, что тот процесс, который мы запускали, на который мы прилагали все силы, то есть Алексей сказал 200 дней в году, я тут тоже сейчас подбивал по командировкам, у меня их были за прошедшие месяцы, допустим, июль, август, когда было кафе, когда активные перемещения, когда у меня было по 26 перелетов в месяц. Это не значит, что я 26 проводил конференции. Бывали дни, когда в день было по 4, по 5, по 6 перелетов. То есть это, друзья, как раз та неимоверная нагрузка, которая сегодня идет на всю команду. Я уж не говорю про Анатолию Даровича Евницкого, который лично перемещается по всем в проведении переговоров. Виктор Бабурин, это сегодня делал всей команды. Поэтому, друзья, мы с вами работали. И мы сегодня можем сказать, что Транснет начал реализовываться, начал создаваться. Поэтому строй Skyway, спасай планету. Это для нас уже диск, который мы реализуем. И второе, это дай дорогу в мир Транснету, друзья. Это наше общее. И то, что я очень люблю, это Technology United. Друзья, технология объединяет. И мы знаем эту технологию, и мы, друзья, ее создаем. И каждый из вас к этому причастен. И поэтому много, конечно, в наш адрес говорится и положительного, и отрицательного, друзья. Но когда очередной раз, вот я прям с большим предвкушением в пятницу буду на Эко-технопарке, я прям просто, я там не был больше месяца, просто реально могу сказать, друзья, соскучился. Потому что, когда видишь это все своими глазами, когда, и тем более, когда в присутствии Юницкого мы обсуждаем планы на будущее. Когда ты в окно, окно смотришь, у тебя бегают юнибайки, в другой юнибусы, чуть дальше юнитрак, легкая трасса, там строится четвертая трасса, здесь готовится супроизводительная 200 миллионов тонн. И все это ты смотришь и видишь из окна. А планы уже по построению следующих систем Юницкий в очередной раз рисует на доске. И, друзья, это также понятно, что следующим шагом это также становится очевидным. Поэтому, друзья, строй SkyWay, спасай планету, технологию Юниц. До новой встречи, друзья. Соответственно, следующий вебинар у нас еще будет до смены десанта, то есть, поэтому у нас будет время еще вам напомнить и говорить, друзья, уникальные моменты, не упустите эту возможность, просто не упускайте эту возможность. Для того, чтобы принять все более активное участие в этом процессе. Все, друзья, всего нового, давайте, всего доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok